Детская биржа проектов открылась в Новоуральске. На станции юных техников школьники представляли свои проекты экспертам в разных сферах. Тему продолжит Анна Акрамова. Выявлять таланты у детей, при этом играя в квест, предлагают ученики 54-й школы. А ребята из лицея 58 хотят развивать детский ботанический сад. Обустроить экологическое пространство. Такая идея возникла у старшеклассников 41-й гимназии. «Зиброход» назвали свой проект по безопасности дорожного движения воспитанники 45-й школы. Всего в Кванториуме презентовали свои идеи на бирже проектов 8 школьных команд. Наша команда называется «Талантишки», потому что мы, основываясь на своей идее проекта, решили так назвать. Ужна идея про детские таланты, про их выявления. Мы представляем экологический проект «Жизнь в стиле эко». Наша задача – это более обустроить нашу гимназию в лучшее русло, сделать специальное экологическое место для сбора сторсерия. В этом году участвовали сборные 40-й, 45-й, 57-й, 54-й школ, 56-й, 58-го лицеев и 41-й и городской гимназии. Биржа проектов – это один из этапов детского форсайта. Программа по вовлечению школьников в проектирование будущего своих городов. Идеи учеников оценивали эксперты в разных областях. Они слушали презентации, задавали вопросы, давали детям рекомендации. Среди жюри – представители общественности, предпринимательства, производства. Это уже какой-то третий у нас получается форсайт. Интересно наблюдать, как развивается. Здесь уже больше направлено на социально, на город, то есть такие более глобальные, масштабные проекты. У меня есть фавориты, на что обратила внимание. Донесу до членов нашего профсоюзного комитета. Обсудим, чем помочь можно этим детям. Но все проекты, есть изюминка в принципе в каждом проекте. За два года детского форсайта в Новоуральске школьниками при поддержке социальных партнеров, в том числе топливной компании ТВЭЛ, педагогов и родителей, был реализован 21 проект. Очень интересный проект у 56-го лицея – это шахматный клуб. Ребята модернизировали свое школьное пространство и сделали, обустроили школу для того, чтобы играть в шахматы. В лицея 58 проект совершенно иной. Они создали в первый свой год, участие в детском форсайте, они создали информационный центр, медиа-центр. И сейчас это достаточно мощное такое объединение. Далее школьникам предстоит вместе с партнерами воплотить идеи в жизнь. До конца мая команды доработают проекты и начнут реализацию задуманного. В ноябре-декабре в Кванториуме представят их на муниципальном фестивале «Молодежь меняет города». Анна Крамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.